После гонок Всех прости и все забудь Помнить нужно лишь об одном Как бы ни в голову путь Ты найдешь когда-нибудь В место, где любовь и твой дом Там не старятся друзья Неразлучные ты и я Там особый цвет у небес Дом, который, как моя Светом вновь на смесье я Мне хорошо только здесь Мой дом Мой милый дом Там, где с тобой, мы вдвоем Мой дом Мой милый дом Мы вернемся и так пойдем Здравствуй, Горюк А что это ты в таком виде Родную тещу встречаешь Я просто Думал, как-то он Охрана, я защита меч На двенарушку за сауной За девочкой во втором Заберу Димочку из садика Зачем? Что за глупые вопросы? Некому ребенка из сада забрать Я заберу Я буду брюк Правда, что ли? Все, мальчики Да на такой машине вы царицы Это теперь моя машина Вот вернешь деньги и заберешь ее обратно Зачем ты повел наших шестеретних дочек Ну зачем в 14.38 выходили в магазин нижнего белья Давай так, я как будто бы буду быть моим папой А ты будешь сынком моим Димой А глаза-то нахитенные, да? А уши папины Там дочкины глаза Спустя 15 лет Человек должен вернуться в свой родной садик И отдать дань этой священной земле По-моему, папа окончательно свихнулся Павел Семенович, это Таня Очень приятно Няня Кто? Няня А в общем, мальчик смышленый, хороший Вот Одно плохо, курит Всякую гадость А я что-то только сказала А ты придешь ко мне сегодня на концерт? На концерт? На какой концерт? А цветочки можно чуть правее? Чуть правее Вот-вот-вот закрыли лицо Дещенька, я ничего не понимаю Папа в дрова несет такую чушь Чего за бред? Какой нафиг концерт? Моей шестилетней дочке поймали такси и уехали Интересно, а когда ближайший рейс на Москву? Три лет Сауна, девочки Мам, ну пусти домой Это уже не смешно Мам И на утро Они стали в взрослый год Папа Ну скажи маме Сама ты Ты что, задурел? Какое нафиг волшебство? Я тебе говорю, Настя, клянусь, это обыкновенное волшебство Я понимаю, что это нелепо звучит То есть ты хочешь сказать, что вот этот Я извиняюсь, кабан Мой сын Это он еще немного похудел Правда? Да Он даже не похож на нас Как он не? Посмотри, посмотри Это твой дед Анатолий Поликарпович Посмотри, вылитый Конечно Не похож Ты что, на дуру похожа? То есть я на глупую блондинку похожа, да? Конечно, не похожа Катюна, в это очень сложно поверить Конечно Но это хрень Реально, правда Ну, Олесечка Клянусь Так оно все и было Завтра приедет Валентин И все будет хорошо Они снова станут Маленькими Ну, поверь мне Умоляю А как я могу тебе поверить? Чушь какую донесешь Раз Два Три Катюш, ну почему сразу ересь? Тем, ну а как это еще назвать? Я понимаю, что это звучит, как Блядь, шивые кобылы Ну Катюш, я могу доказать, что это наш сын Как? Отчество дедушек Кто-нибудь объяснишь, что это за дурдом происходит? Так, рот закрыли и быстро назвали мне отчество дедушек Как? С закрытым ртом? Пускай не умничают Отчество дедушек Куда уходит детство Такие дорога И где найти нам средства Чтоб мог попасть туда Но уйдет не слишком Пока весь город спит И пить сила Спасибо Спасибо Ты помнишь, это же твое любимое кафе Столик вот твой любимый Мы же сюда ходили Всегда По субботам Помнишь? Ну как парк Узнаешь? Меня так часто будильником по башке бьют Скажи спасибо, что я тебя вообще узнаю Ну прости Че, сильно голова болит, да? Да, не знаю Ну и все, че ты ноешь-то, сынок? Ты же помнишь? Да, мам, помню Мы только по субботам Мы ходили в Баскин-Роббинс А сюда по воскресеньям А я смотрю, хорошо подготовились Кто подготовил? Я в воскресенье Так это Это же этот парк Мы здесь днюху мою отмечали Шесть лет мне было, да 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 У одного, дедушки, отчество Михайлович А у финнов отчества нет Поэтому просто дедушка Юси Да, что будете заказывать? Здравствуйте, нам, пожалуйста А у нас сын будет заказывать Да, Димуль Нам же как обучено, правда? Заказывай Ладно Папе зеленый чай Маме латте Мне сок и три порции блинчиков Извините, а блинчиков осталось только две порции Прекрасно Значит, будем считаться? Ладно, я могу и без блинчиков А я говорю, что будем считаться Хорошо, девушка, принесите две порции, пожалуйста Стишок из новогоднего утренника Лесом частым полем вьюжным Зимний праздник к нам идет Я, Тёма Белое Перо Борсучий коготь И шустрая росомаха Тотемы нашего племени Долина теней Хоу! Батя Так давайте скажем дружно Здравствуй, дядя Новый Год Вот, видели же Вспомни Пап, ты сегодня без блинчиков Вынок Мой сын И твой Здесь, родная Сейчас Точно, она На, Батя, держи Аккуратно Аккуратно Пап, что с мамой-то? Димуль, обрати в него Мама голодала Мама сейчас в нервном шоке Водки мне Сама, где у нас водка? Пап, что с мамой? У нее был очень сложный перелет Где? Да, пообедали Сынок, у меня от тебя просьба Ты не мог бы пока Скажем так, маме не говорить, что ты Гей Что? Ну ладно Дим, я все видел Я видел, как ты был в голубом какаду Пап, ты что за мной следил? Я? Я? Да ты что? Нет, конечно, я не следил А что ты там делал? Что-что, следим за тобой Пап, я там работаю сисадмином 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 Системным администратором Как системным администратором? Как-как? Добросовестно То есть ты не Ну вообще Мой сын натурал! Пап, ну, извини, что Проси, проси, проси Молодец Ты молодец Мужик Ну что, прыжок Ягуара показывать? Только я в тот раз левую руку сломал В этот могу правую для разнообразия Не надо прыжок Ягуара, пожалуйста Все, понял Да прыгай, что ты Айчу Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Алло, Николайчук, привет, спишь? А зря, дело есть, так, хорош зевать, значит, задача такая, мне нужна любая информация про Валентина, народ, пожалуйста, про какого, про какого, я себе знала про какого, я б тебе не звонила, ну ты мой хороший, кому сейчас легко? Ладно, я упрощу тебе задачу, его патрилет можно найти в боулинг-клубе, пару дней назад он там засветился с моим сауной, на вид лет пятьдесят высокого роста, да, окей, жду, пока. Спит? Ой, тихо, 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 Настю, ну не волнуйся, ну все будет хорошо, правда, завтра приедет Валентин. Ну какой Валентин? Какой Валентин? Игорь, у тебя жена врач, кандидат медицинских наук, ты хочешь, чтобы и волшебников поверила? Сам разве не видишь, что это какая-то патология? Это, говорю тебе, патология, это просто болезнь какая-то, не знаю, ментация, я не знаю, что это такое. Ну что, Николайчук, что удалось нарыть? Ну что, нарыть-то вроде и удалось, а вроде и нет, знаете, вот так. Это как? Это, я просто ни черта не понимаю, может, у вас что-нибудь получится. Значит, смотрите, это Валентин, он же Святой, он же Святов Валентин Бедросыч, уроженец Рима, двухсотых годов. Я вас предупреждал, кстати. Да, значит, трехсотых занимается тем, что нелегально венчает влюбленных. Дальше. Это выдержка из хронографа 354 года, где он напоминается впервые. Так. Это ксерокопия сакраментария Святого Георгия. Да. Следующая фотография, это будет обратная сторона, да, его, да. Значит, следующее фото фрески с изображением Валентина, значит, во время исцеления дочери судьи Астерия. Да. Где-то здесь он, не помню я. Да. Ну и все остальное в таком же духе. Вон он стоит в шапочке. Красивый. Да. Все, там еще одна. Вот. Крылышки тоже белые. Видите? Леночка, забыли про кофе, водку неси. И сок. О, опять Валик. Я его так называю. Мы подружились уже за это время, да. Валик. Валик, я, как и ты, был на цепи. Знаете, песня красивая. Да. Ну что, это, конечно, странно, но за встречу. Маму, я очень рад, что ты как-то пришла в себя. Понимаю, перелет, нервы. А ты возмушал. Спасибо. Откроешь? А, я открою. Катя, ты можешь молочка тебе добавить? Нет? Не хочешь? Не надо. А фруктики? Нет? Я не хочу. Смотри, как клубника хорошая. Кстати, очень вкусное варенье. Попробую. Здравствуйте. Здравствуйте. Познакомься, Катюш. Таня подруга Темы. Так получилось, что Таня беременна от нашего сына. Мне показалось, я не расслышала. Я говорю, беременна от нашего сына. А, беременна от нашего сына? Ну, что, ребята, встали? Проходите, давайте. Ну, Танюш, смелее. Ну, давайте, смелее. Танюш, давай, садись. Садись. Я так поняла, под твоим присмотром, да? Ну, что, мальчики, вы молодцы. Что я могу сказать? Спасибо вам большое. Порадовали маму. Я же так о девочке мечтала. О доченьке. И вот раз, свершилось. Молоденькая, красивенькая, умничка какая. А чтоб бабушкой стать в таком молодом возрасте, я даже мечтать не могла. Только видишь, как хорошо. Ну, за молодых бабушек. За молодых бабушек. А вы не пьете, Танюша? Конечно же нет. Я же беременна. Молодец. Молодец. А вы уверены? В смысле? Ну, что именно от нашего сына? А, ну от кого же еще, да, Темочка? Да. Да. Наш-то не промахнется. Мам, зачем мы сюда пришли? Я в космос лететь не собираюсь. Димочка, это обычный, плановый медосмотр. Ага. Ощущение, что мне Анжи хочет купить. Доктор, вы не молчите уже, скажите что-нибудь. Ну что ж, конечно, Дима не эталон здоровья. Но ничего серьезного, чтобы волноваться, нет. Миша, нет, все хорошо. Доктор, вы, наверное, все-таки что-то упустили. Скорее всего. Потому что, понимаете, у моего сына есть синдром преждевременного старения. Чего? Да нет, ничего, все хорошо. Дима, выйди, пожалуйста. Да нет, я ничего не выпустил, да. В медицинской практике признат такой синдром. Но ему присущи совершенно другие симптомы. Понимаешь? Моему сыну вчера было шесть лет. Сегодня восемнадцать. Какие-то еще симптомы нужны? Вы сейчас серьезно? Да, ну ты просто... Абсолютно. Ну, я вас уверяю, с Димой все в порядке. Главное такое. Доктор Иоанн, наверное, как-то не очень правильно по-русски, да, я изъясняюсь. Вы понимаете, еще на прошлой неделе моему сыну было шесть лет, он весил двадцать килограмм и был ростом сто двенадцать сантиметров. И я этим сто двенадцати сантиметрам лично нам начитала сказки Андерсона. Сегодня ему восемнадцать лет. Он весит не меньше центнера и учится на программиста. Я понял. Учится хорошо. Понял, да. Простите, судароня, можно поговорить с вашим супругом наедине? Смой, Молодя, пожалуйста. Давайте. Поговорим. Мне кажется, голубчик, вы привели не того на осмотр. В смысле? С сыном вашим все в порядке. А вот у жены по-моему, проблемы с псиитой. Ну, доктор, подождите. Может быть, это просто уникальный случай, первый в практике. Да, уверяю вас, ничего уникального в шизофрении нет. Нет, ну, не шизофрения, но супруга. Что? Опа! Ты встал? Встал. И вышел. Возьмите. К Валентину. Возьмите. Спасибо. Этаж? Седьмой. Номер? Семьсотием. Мо-может быть. Олеся, это я очень прошу. Если можно, без рук. Да и без проблем. Святой Валентин? Да. Ну, ласточка. Не, ну я же обещала, без рук. Где вы ходите? Сколько можно вас ждать? Я же просила, не опаздывать. Приведите себя в порядок. Кристина Аркрумна, а что-то случилось? Ничего не случилось. Один человек, меценат нашего дела, увидел ваши фото. Вы ему очень понравились, он хочет с вами встретиться. Ну, давайте быстрей. Нам не хотят предложить контракт? Можно сказать и так. Самое главное, что это очень солидный человек. С хвостиком из шести нулей. От вас требуется только встретиться с ним. и не более того. Вперед. Приветствую. Присаживайтесь. Ссящик. Птенечки. Иш. Девушки, я очень тороплюсь. Седьмой десяток, как-никак. Так что я сразу перейду к сути. Вы мне обе очень понравились. Поэтому я предлагаю вам выйти за меня замуж. Замуж? Да. Что такого-то, а? Вы получите прекрасные контракты, прекрасных агентств. А я сделаю вас официальным наследниками. Зач, вы что, прикалываетесь? Не подумайте. Мне ведь ничего такого от вас-то не надо. Мне вообще 12 лет. Ничего такого не надо. А? Под венец обе пойдем? Обе. А что, так можно? Да при моих возможностях можно и все. Ну, предположим, одну я первую как жену, вторую удочеряю или усыновляю. Можно у внучек. Девочки, я еще раз повторяю, при моих возможностях можно и все. Нам надо подумать. Подумайте, конечно, подумайте. А вот это, чтобы вам хорошо думалось. Обалдеть! Ну? Класс! Ну, за такой контракт мы бы стали вашими внучками. Ну? А еще нам. А еще нам. Значит, вы догадались, зачем мы здесь? Догадался. Отлично. А что я могу сделать? Мое волшебство, как ваше уголовное законодательство, обратной силы действия уже не имеет. Вот только не нужно про наше законодательство. Хорошо? Мы в курсе. Вопрос повторяю. Что нам делать? Ну, походу, есть только один вариант. Я должен стать простым человеком, таким, как вы. И тогда мое волшебство потеряет сил. Ой, слушай, ну, налей мне чуть-чуть виски, пожалуйста. Слышь ты, алкаш поднатый, либо ты сейчас же становишься простым человеком, или я тебе твои крылья пообломаю. Ты меня понял? Фу, как грубо. Киевы, современные люди, грубые и жестокие. Ни за что бы не стал вам помогать. Да детишек ваших жалко. Без детства отставлять, так уж и быть, помогу. А можно без вот этих пафосных прелюдий? Нужно. По преданию, бог любви, он вечно одинок. Но раз в сто лет у меня есть шанс. Если меня поцелует любимая женщина, я стану простым смертным, и мои чары разрушатся. Здрасте. Здрасте. Тоже Исаев? Да. Апельсины, яблоки, бананы. В общем, все для того, чтобы ваш папа скорее поправился. Поправился? А что с ним? В смысле? Он звонил вчера, сказал, что в больнице, воспаление легких. Нет, за витаминки, конечно, спасибо, но папа здоров. Они с мамой по делам отошли. Что значит здоров? А вы, собственно, папашке кем будете? Я папашке вашему директором буду. Значит, слушай сюда, парень, передай своему больному папе, если он утром не придет с деньгами или с машиной, я вечером приду с полицией или ОМОН. А? Так на примете-то кто-то есть, ангелок? Вам повезло. Я полюбил одну женщину. Я прошу, дай чуть-чуть выпить. Значит так, значит сначала целуешь одну женщину, а потом бухаешь на здоровье. Понял? Легко сказать. Легко сказать, легко сказать. Встал и пошел целовать. Вот она, моя любовь. Ого. Ого. Анжела Блейк? Да, Валик, губа-то не дура. Ну и шо, что она суперзвезда. Я, между прочим, тоже не сантехник из Таганрога. Ну и в чем же дело? Да просто, как сказать, да устал я от этих безуспешных попыток постоянных. Мерлин Монро, Андрей Хэббрен, Нефертити, Клеопатра. Все уже, нет шансов. Нехило списочек. Ага. А с ними вот почему ничего не сложилось? Ну вот как-то неудобно было подойти, то меня пережал кто-то. Марк Антоний, Кеннеди, Миллер. Вот так я и холостяк до сих пор. Я сейчас расплачусь. Где твоя Анжела? Я слышал, что в конце этой недели она будет выступать в Лас-Вегасе. Отлично. И как ты ее там целовать собираешься? Да вот по ходу дела теперь это наша проблема. Мы летим в Вегас. Класс! Сидеть. Фидея. Что значит мы летим в Вегас? Вот здесь при чем? А при том, что вас может перемкнуть и вы опять либо опоздаете, либо у вас ее уведут. А лично я хочу еще сына в первый класс повезти. Молодец. Значит так, святой, ты готовь свою свистульку, целоваться будешь по-любому. тихо, куда ты пошел? Стой! Жиробасина, я тебя что должен, по всему универу бегать искать? Где лабораторные? Их нет. Чего? Ты мне так не шути, понял? А я не шучу. Работ нет и не будет. Понял? Чего? Слышь ты, жиробаса, ты что, совсем страх потерял, а? Или тебя к работе простимулировать надо? Короче, чтобы завтра лабораторные были. Ты меня понял? Ты меня понял, а? А зачем завтра? Чего? Давай сегодня. Адольф Гитлер. Чего? Что с этим? Сауна! 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 Сауна, скотина! Вставай! Вставай! Что, что, что? А я еще немножко сплю. Что, 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 что? Папаша, хренов, на! Читай, родитель хренов! Детей проспал! Что? Мама и папа, нам предложили выйти замуж. богатый. Очень богатый. И хороший бизнесмен. Такой шанс попадает раз в жизни. Мы уезжаем. На ПМЖ! Да, на ПМЖ в Штаты. Да куда? Никаких опытов! Вставай, ты мне еще нужен! Быстро! Встал! Пошел! Ты помнишь, что завтра в посольство собеседование? Конечно. Нужно документы подготовить. Сейчас Тюмку разберу. Тюмку. Тюмыч! Тюма! Алло! Доброе утро, брат. Слушай меня внимательно. Твой сынок у меня. Завтра принесешь деньги, получишь его обратно. Хасан, подожди. Подожди, это же огромные деньги. Я до завтра не найду. Может, ну, может, часть хотя бы, а? Ну, тогда и сына обратно получишь не всего. А только часть. Пока, мой дорогой. Подожди. Подожди, Хасан. Алло! Что-то случилось? Да не, котенок. Все нормально. Где Артем? Папа, что они мне повязали? Сейчас, сынок, развяжем. Господин полицейский, произошла нелепая ошибка. Вы посмотрите, ну, какой он преступник? Он пацифист, он мухи не обидит. Так от мух заявлений пока и не поступало. А вот гражданину Климову, между прочим, сыну районного депутата, ваш пацифист выбил два зуба и сломал нос. Зубы не проблема. Я решу все. Это вы все в суде объясните. Вы знаете, кто у меня там? Знаете? Знаем, знаем. Донсиевск. Он вам все зубы повыбивает. Дима, вам... Повырывает. Господин полицейский. Дима, все, все, на... Слушай, это кошмар какой-то. Мне только что Катя звонила. Стыжай ключу достану. У них там такое творится. Темку похитили. Темку похитили. Ага. А что случилось, кстати? Дима, а где? Дима... Дима? Немножко... Немножко? В тюрьме. Дима, а где? Девчонки, ну чем вы так зачитались? Это ж просто мрачные контракты, а? А не какой-нибудь там Мопассан, Ремарк. То есть Робский или Минаев? Читайте, девочки, читайте. Маша, ты в этом что-то понимаешь? Так же, как и ты. Что теперь делать? А вдруг нам не понравится? Эдуард, а мне кажется, принцессы засомневались, и я их понимаю. Мне тоже не все нравится в этой жизни. Летом я вынужден быть на Майами-Бич в обществе этой скучной голливудской тусовки. Хотя с большим удовольствием провел его где-нибудь в Анапе. Я люблю спорткары, но покупаю их только для коллекции. А сам я ищу на это ужасно неповоротливом лимузине. Статус не позволяет. Да, тяжела ты доля богатого человека. Девчонки, ну чирканите вы эти бумажки, а? И жизнь удалась. Кстати, Эдуард, а я не говорил тебе, какой пентхаус я присмотрел для моих прекрасных девочек на Манхэттене. Просто с огляненья нечто особенное. А правда, что нашим соседом в Нью-Йорке будет Брэд Питт? Класс! Прикинь, Машка, выходишь такая на балкон, а там он, и говоришь такая, Хай, Брэд! Надо только инглидж подтянуть. Да ладно, ты че? Он, когда нас увидит, будет думать, где подтягивать рашин. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Это просто... Ха-ха! Научиться бы не париться по пустякам, И не болеть с утра по понедельникам, И от того, что не нравишься, не мучить... А куда там вы нас привезли? Вы же должны были отвезти нас домой. А, так это ваш дом теперь и есть! Че за дела? Мы так не договаривались. Как не договаривались? Еще как договаривались! Вы обязались господину Алексу исполнять все, что он пожелает. Так вот, он желает, Маршуля, чтобы ты была двенадцатой женой у торговца яхтами из Саудовской Аравии. Ну, а тебе даже, конечно, пожелать больше. Ты будешь всего лишь пятой. И где? У шейха из Эмиратов! Представляешь? Че за грим? Ты бред! Это че, шутки такие? Какие шутки? Ну, господин Алекс шутить не любит. Он же сказал, что ему от вас ничего не нужно. Так оно и есть. Но это ничего нужно другим. Я не готова платить за это большие деньги. Руки убери! Э, ребята! Вы полегче! Это же не картошка на врачной базе! Покупателям товарный вид нужен! Да пусти! Куда вы нас ведете? Вам мама головокорвет! И мама тоже! Мы верим в любовь, крылатую верим в любовь! Вероятно, мы птицы с тобой влюбленные! Если веришь, значит точно обязательно встретишь любовь! Крылатую верим в любовь! Вероятно, мы птицы с тобой влюбленные!